Всем салют, с вами Диткейн. Сегодня я отвечу на самые интересующие вас вопросы, которые вы мне задаете в социальных сетях. Итак, первое. Ближайшие релизы, клипы, выступления. Но по поводу ближайших релизов, я вам точно ответ сказать не могу, хотя это постоянный вопрос, который мне задают, какие новые треки нам ожидать. Как бы это делается не то что спонтанно, это как бы идет временно, постепенно. Название трека я вам сказать не могу, но то что они будут, это гарантия 100%. Задумываюсь работать над альбомом, как совместным, так и с сольным. Были уже такие задумки, выпускать первый сольный альбом, но это чуть позже. По поводу клипов, буду упорно заниматься работой над треком «Срывая розы», то есть, ну клип на него будем делать. То есть, уже все готовится, уже почти готов сюжет, актеры, все подобрано. Выступления. К сожалению, в ближайшее время выступлений нигде не будет. И дело даже не в желании, дело в личных обстоятельствах. То есть, пока не получается, но это тоже дело времени. Второе, это моя история, кто я такой, откуда я вообще взялся. Ну, что сказать по этому поводу, начал писать рэпчик я в 2006 году, то есть, зимой мне уже будет почти 7 лет, как хип-хоп исполнителю. Имя, очень, очень распространенный вопрос, это что такое D-game, откуда это, как я это придумал. Ну, могу сказать лишь одно, долго это, долго вообще объяснять, что это значит. Это глубокий смысл, на самом деле, вскрыто, это не просто так. Могу сказать одно, как бы, что это имя, связанное и с Библией, и с мифологией. Кейна, это вообще, как бы, легендарная семья старого. К сожалению, нету уже поколения, один яска сопродолжителя. Третье, это вопрос, какую песню я считаю у себя самой удачной. Могу сказать сразу, что, как бы, самую удачную песню я выделить не могу, так как, в принципе, как поэт, как артист, я делаю, как бы, треки и стараюсь над каждым. Как бы, понятное дело, что опыт набирается с каждым треком, но душу-то вкладываю во все. И, ну, могу сказать, то, что из последних, как бы, Стравая Роза трек, он более такой душевный получился. Я в него вложил душу вообще 150% из 100. Четвертое, задают вопросы, какую вообще музыку я слушаю, и кого могу выделить за исполнителя. Ну, что сказать, музыка у меня в приоритетах разная. Я могу послушать как рэп, так и рок. Есть даже попса, которая мне нравится. То есть, я не помешан полностью на рэпе, когда, как бы, не затертая у меня дема в голове. То есть, по душе, по настроению. Выделяю вообще из русского рэпа я таких исполнителей, как Вася Вакуленко. Если кто не знает, это Баста из Ростова. Саша Смокимо. Это вообще легендарный человек, на мой взгляд. Он делает классно. Ну, что говорить, по сути, очень много, блин. Не перечитать, сколько мне нравятся исполнители. Как русского рэпа, как зарубежного рок-исполнители. То есть, этот вопрос, я думаю, что вообще стоит отстранить от темы. Впять. Такой вопрос тоже часто распространённый. Вот моя лирика, кому я её вообще посвящаю? Есть ли такие девушки? Да, такие девушки есть, как бы, но не все треки. Есть такие треки, которые просто вот у меня на душе неспокойно. Я беру, к примеру, какую-то историю. Ну, может быть, как-то она затрагивает меня, но... Старый трек «Закрой глаза» — это полностью посвящённый мой трек. Трек «Ярким пламени» — это мой куплет. Это совместный трек с Шустрилой. Там тоже мой куплет посвящён был. Ну, некоторые песни есть, в которых я какие-то кусочки влаживал, но не полностью. Шесть — это как я отношусь к совместной деятельности, совместному творчеству, песням. Ну, что сказать. Позитивно, положительно. То есть, совместная деятельность — это круто, на мой взгляд. Вместе легче. Я за совместные треки, за совместные съёмки какие-то либо. Взаимопомощь. То есть, это всё нужно. Седьмое. Какой самый первый трек? И помни ли я его вообще? Да, я его помню. Но я немного не понимаю эти вопросы. То есть, как бы, самый первый трек, он не записанный. Это была лирика тоже. И называлась она «Дождь». Даже помню название. А записанным первым треком был «Диз». Был «Диз», после которого, на самом деле, были неплохие разборки. То есть, тоже тему, как бы, я не хочу раскрывать на показ. Но такое было. Встречались вопросы такие тоже. По поводу моих кумиров. Есть ли они у меня вообще и кто? Ну, как бы, на вопрос, кто отвечать, вообще смысла нет. Потому что кумиров, по сути, у меня нет. То есть, нельзя ставить кумира для себя какого-то определённого. Так как был кумир, нет кумира. То есть, вчера он был у тебя, а завтра он просто никто. То есть, его никто не будет слушать. Поэтому это уже не кумир. То есть, есть просто люди, которые тебе симпатичны, которые нравятся. Ты, как бы, слушаешь их, наслаждаешься их творчеством тоже, которое они тебе дарят. А кумиры, нет, это не по мне. Что меня вдохновляет на создание творчества? Ну, как бы, много стрелочек от этого вопроса поставить нельзя. То есть, это либо классный минус музыка, которую сделаю. Я её слушаю, у меня накружаются какие-то идеи в голове. Либо это что-то пережитое, такое протоптанное, прохаванное. То есть, от чего ж больно. То есть, прям просто хочется изложить это на листик. И потом положить под музыку. Вариантов, на самом деле, здесь не будет. Ну, и что я могу вообще сказать своим слушателям, ценителям моего рэпа? Ну, что, слушайте дальше. Если вам по кайфу то, что я делаю, цените, подписывайтесь на мои обновления. Заходите на мои паблики, группы ВКонтакте, Водноклассника, в соцсетях вообще, ну, по сути. Следите, будут появляться новые треки, новые видеоклипы, видеообращения, лайфы и выступлений. С вами был Тикейн. Всем салют. Субтитры сделал DimaTorzok